Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую. Недавно наш канал отметил своё трёхлетие. За эти три года про что мы только не рассказывали. Но основное, важное внимание мы, конечно, уделяли использованию безопасных, безопасных для здоровья, безопасных для окружающей среды и очень эффективных мер борьбы с болезнями растений. Не оставляли в стороне мы также тему о плодородии почвы. Значительную роль в сохранении плодородия почвы, в умножении плодородия почвы играют различные микроорганизмы. Пожалуй, они солируют в поддержании плодородия почвы. И очень-очень важным компонентом плодородия является наличие в почве полезных, агрономически полезных микроорганизмов, в том числе такого гриба, как триходерма. Триходерма является очень распространённым объектом защиты растений, стимуляцией их роста развития и поддержания плодородия. Этой теме мы посвятили значительное количество времени на нашем канале. А ещё мы рассказывали о том, что триходерма распространена в природе достаточно широко, что если препараты триходермы вам недоступны, вы можете их извлечь из природы. А ещё рассказывали о том, что триходерма бывает очень разная. И триходерма из природы – это лучше, чем ничего. Но триходерма из хорошего препарата, отобранная в специальных условиях лаборатории, испытанная, с доказанной эффективностью, это, конечно же, гораздо лучше, чем любой случайный, такой природный какой-то случайным образом отобранный изолят. И говорили мы ещё очень много о том, что, к сожалению, на рынке и Белоруссии, и России, и сопряжённых стран качественной триходермы практически не найти. Найти её очень-очень сложно. У меня тут целый стол всевозможных препаратов, там в том числе с триходермой, каких у меня только нету, этих препаратов, все на свете, да, большинство из них представляют собой вот такие вот, ничто иное, как обыкновенный крашеный сахарный песок. Всё это вместе с пониманием того, что требования к безопасности ведения сельского хозяйства, в личных пособных хозяйствах у наших зрителей очень и очень высокие, очень высокие требования к эффективности этих методов. Надо защитить и томаты, и огурцы, и виноград, и смородину. Ну всё надо буквально защитить от болезней и сохранить при этом плодородие почвы без внесения каких-то химически-синтезированных пенсицидов, навело нас на мысль, что нам надо включаться в этот общий поток по созданию препарата уже фирменного, совершенно такого уникального, неповторимого на базе тех исследований, о которых мы говорили на канале «Про цветок». Различные разновидности триходермы способны разлагать целлюлозу, повышая плодородие почвы, способны стимулировать рост растений, отбивать атаки различных болезнетворных микроорганизмов и многое-многое-многое. Поэтому, как оказалось, вот одного штамма или изолята в препарате зачастую мало. И вот для того, чтобы вы не покупали там 10 разных препаратов триходермы, мы собрали в одном препарате, который называется «Плодородная почва». Это даже не совсем препарат, это такой субстрат особый для повышения плодородия почвы, для ускорения компостирования, для улучшения развития корневой системы, для борьбы с различными такими нехорошими организмами в почве и повсеместно, для того, чтобы растения наши не болели, а давали очень хороший урожай. В этот субстрат мы вложили 4 разных изолята триходермы, совсем разных, с различными совершенно свойствами, которые способны на разное всякое. И, конечно же, не оставили без внимания и нашу знаменитую оранжевую триходерму. Вот видите, я тоже сегодня оранжевый, в честь этой оранжевой триходермы. В результате мы всё это собрали в одном препарате, который называется «Плодородная почва» от «Процветок». Сам препарат по себе представляет из себя гранулы, особые минеральные гранулы, которые обогащены как мицелием, так и спорами всех вот этих 4 разновидностей триходермы с разными способностями. Уникальность нашего препарата состоит в том, что он является живым. Большинство препаратов – это или какой-то сахарный песок крашеный, или это диатомитовая мука в лучшем случае, а иногда доломитовая мука, которая содержит чёрт знает что, но только не триходерму. Сохранение триходермы в таких условиях крайне низкое. Зачастую из этих препаратов вообще ничего не высевается, никакой триходермы. Хотя сама по себе триходерма достаточно живучая. Если она уже развелась, по чашкам Петри её не особо выгонишь, то есть надо предпринимать особые меры, чтобы её выгнать. Но вот при всём том, производители сторонние, им удаётся произвести нечто, в чём нет живого начала. Если его нет в лабораторных условиях, то его не будет, естественно, и у вас в огороде. Мы об этом много-много тоже раз говорили. Вот уникальность этого препарата в том, что вот эти гранулы, носители этих самых спор мицелия триходермы очень хорошо способствуют её сохранению, позволяя в течение длительного времени, года и даже более сохранять жизнеспособность этого препарата, возможность его использования как непосредственно в огороде, так и в домашнем производстве подобного рода препаратов. На рынке, там, вообще на рынке, наверное, мировом, с таким содержанием триходермы в субстрате, вы, наверное, никаких аналогов никогда не найдёте. Во всяком случае, мне этого не удалось сделать. Уникальная технология, уникальные изоляты, неповторимые изоляты, собранные ДНОВА абсолютно заново, испытанные, изученные и ставшие, легшие в основу этого препарата как раз и позволяют проявиться всем тем полезным свойствам, которые здесь есть. Препарат крайне экономичен в использовании. Есть разные способы его использования. Можно вносить в почву, можно вносить в компост, можно наносить на растения, на мульчу, под мульчу, в лунки и так далее. Всё это имеется в инструкции и обо всём этом я, конечно, буду рассказывать в наших выпусках. Ну а сейчас самое главное, чтобы вы знали об этом препарате и, ну, как-то, если вам повезёт, попытались его добыть на ближайший вегетационный сезон, на ближайший вегетационный период. Что ж, на этом я с вами прощаюсь в этом ролике, но ненадолго. Период проращивания семян совсем не за горами. Для перца, томатов, огурцов и многих других растений он окажется как нельзя кстати. Особенно для тех, которые выращиваются через рассаду. Не пропускайте наши выпуски, оставайтесь с нами. У нас впереди очень-очень много интересного. До встречи!